Это завод по производству жидких минеральных удобрений КАС. То Прометей Агро, которое находится в селе Заградовке и сельского района, запустило небольшое производство в 2019 году. Завод функционирует в период полевых работ, объяснил главный агроном товарищества Константин Писаренко. Прометей Агро, выпускник Сверхказахстанского государственного университета, пришел более 12 лет назад. Сначала работал, перенимая практические навыки у наставника. Затем Константина назначили главным агрономом. Это по сей день мотивирует его совершенствовать свои знания. Агроном – такая специальность, когда никогда не перестаешь, не останавливаешься. Нужно постоянно учиться чему-то новому. Технологии идут вперед, и чтобы за ними успевать, нужно постоянно повышать свои навыки. Особенно интересно посещать хозяйства, более развитые в техническом плане. С современной техникой, с применением современных средств защиты растений, с применением технологий современных, уже совершенных. Константин Писаренко считает, что работа любого агронома заключается в том, чтобы отработать посевную и уборочные компании без срывов, независимо от погодных условий. В ТОО «Прометей Агро» стараются получать хороший урожай. За последние годы по зерновым стабильно составляет не менее 20 центнеров с гектара. Добиться такого результата помогает не только соблюдение всех технологий агрономических приемов, но и техника, считает агроном «Прометей Агро». Начиная от посевных комплексов у нас все импортные, опрыскиватель импортного производства, и комбайны зерноуборочные, тоже все классы, что способствует уборке урожая без потерь. И, конечно, техника импортная, она работает безотказно, можно сказать. 25 лет назад, когда товарищество только создавалось о такой технике, не приходилось даже мечтать, рассказал его руководитель Юрий Шоль. Первые годы работы в ТОО «Прометей Агро» выдались очень непростыми. Не было возможности платить зарплату, надо было покупать технику, но в те далекие 90-е годы, лихие, это было очень тяжело. Дорогие цены на дистопливо, на масла, на запчасти, это все сказывалось на состоянии хозяйства, но, тем не менее, сумели выстоять. Затем в 2000-х годах началась мощная поддержка государства с 2003-2002 года. Это все мы почувствовали и ощущаем до сих пор. Чувствуют в товариществе и потребность в том, чтобы помогать сельчанам. За последние 4 года в ТОО «Прометей Агро» построили 13 домов для своих работников. В 2022-м новоселье должны отметить 8 семей. А еще с помощью товарищества построили в Заградовке крытый хоккейный корт, кафе. Коллектив «Прометей Агро» помогал разработать проектно-сметную документацию для ремонтных работ в местной школе. Дарья Пашмыцова, Александр Янцен, МТРК